Тема доклада «Эффективное взаимодействие в системе врач-пациент». И, наверное, в рамках этого стоит поговорить о том, какие вообще-то есть стандарты, нет взаимодействия между пациентом и врачом. Всем присутствующим в зале, наверное, известны проблемы, с которыми сталкивается доктор при взаимодействии с пациентом. Это проблемы, связанные с тем, что у пациента вообще-то есть эмоциональные реакции, которые он часто проявляет и в присутствии доктора. Есть та же самая мнительность и подозрительность, и попытка нивелировать авторитет самого доктора, что часто не нравится врачам. И сообщение тех самых плохих новостей пациенту, как сообщить так, чтобы не испытать за тем чувство вины после этого. И, соответственно, в онкологической среде, что представляется более актуальным, это протокол SPICE, протокол сообщения плохих новостей онкологическому пациенту, который был разработан в Андерсоновском онкологическом центре в 2000 году. Он был разработан врачами-онкологами. Он был разработан не психологами, соответственно, направлено на то, чтобы очень коротко, структурно и в формате алгоритма обучить врача-онкологов общаться с онкологическими пациентами. Собственно, плохие новости – это про что? Согласно мануалу SPICE, плохие новости – это любая информация, которая серьезно и негативно влияет на представление индивида о его будущем. И этот протокол, он не из пустого места создан, всегда были предпосылки, и, соответственно, был приведен опрос АСКО, согласно которому больше половины опрошенных онкологов задавали себе вопрос как быть честным с пациентом и не разрушить его надежду. Четверть опрошенных объявляли о трудностях с эмоциональными реакциями самих пациентов. Ну, соответственно, возникла необходимость создания. А что же говорят сами пациенты? Оказалось, что сами пациенты желают знать по-честному, что с ними происходит, о диагнозе, знать о продолжительности собственной жизни, о том, как течет их заболевание, какие могут быть побочные явления на фоне лечения и так далее. То есть это те моменты, по поводу которых у врачей возникают трудности при сообщении. А как это сказать пациенту о статистике выживаемости с его нозологией? Как это потом он расстроится? А как это ему сказать про то, что операция прошла не так, как ему хотелось, и объем операции поменялся в процессе операции? То есть это все вызывает сложности. Соответственно, какие вообще есть барьеры при сообщении тех самых плохих новостей? Со стороны пациента это та самая фоновая тревога, которую мы чаще всего встречаем, когда видим пациента. Тревожно-мнительные реакции, когда пациент уже заранее знает ответ доктора, но при этом спрашивает его, даже если доктор отвечает не так, пациент настаивает на том, что может быть это все-таки так, может быть у меня все-таки здесь все намного хуже, чем вы говорите. То есть пациент прямо в отношении врача демонстрирует свою подозрительность. Помимо всего прочего, есть идеализация фигуры врача, когда доктор-спаситель, и доктор в принципе может справиться со всем и помочь со всем, что со мной происходит. При этом, если доктор не способен и не способен об этом сказать, пациент травмируется, а собственную уже идеализацию этой самой фигуры врача. Помимо всего прочего, все пациенты ожидают удобного доктора. Доктора, который будет участливый, который будет заботиться о них и эмоционально вовлекаться в ситуацию, которая происходит, не бросит. Соответственно, проявляются ожидания в отношении лечения. Конечно же, это позитивное ожидание, это надежда, это хорошо. И всегда мы учитываем индивидуальные особенности и опыт пациента. Пациенты бывают разные, и у всех будет разная реакция на плохие новости. С этой точки зрения протокол спайкс не совсем универсальный, поскольку он учитывает только какого-то стандартизированного пациента. Со стороны доктора также мы встречаем тревогу и собственные непроработанные, так сказать, эмоциональные реакции, часто чувство вины и чувство ответственности за новости. Поскольку именно в момент сообщения плохих новостей доктор как-то делает пациенту. Пациент реагирует пациенту плохо, он тревожится, он может плакать, он может предъявлять шоковую реакцию, а доктор думает, что это, собственно, его ответственность. Это он прямо сейчас навредил этому пациенту, он его травмировал. Хотя процесс не такой и работает это не так. И вот в руководстве по протоколу спайкс авторы предлагают доктору быть способным, во-первых, реагировать на эмоциональные реакции пациента, все адекватно их воспринимать, не глушить, не успокаивать, отдавать возможность реакции быть. Вовлекать пациента в процесс принятия решений, то есть воспитывать ответственного пациента, условно говоря. Участвовать в беседе с родственниками пациента. И, что самое важное, дать надежду пациенту в том случае, когда ситуация безнадежна. То есть проговарив пациенту про то, что и дальнейший путь у нас с вами тоже есть. Я вот прямо здесь, прямо сейчас вас не бросаю. Итак, что это за шесть шагов протокола спайкс? На слайде представлено, очень быстро пробежимся по каждому. Первый шаг – это начало работы или установка, когда доктору предполагается поработать с собой и подумать о том, при каких условиях будет проведена беседа, что будет доктор сообщать этому пациенту, сколько понадобится времени, какое это будет помещение, будет оно закрыто или открытое, кого-то нужно пригласить или нет, для того, чтобы объяснить пациенту более полно картину его заболевания или прогрессирования. В общем, картину плохой новости. Второй шаг предполагает также, доктор все еще работает сам с собой и задает себе вопрос про то, а что уже пациент знает. То есть здесь предлагается доктору обзавестись набором вопросов для самого пациента. То есть спросить у пациента, а как вы считаете ваши симптомы, которые вы испытывали в течение последнего полугода, какие у вас были идеи, что это такое, читали ли вы где-то про это что-то, догадываетесь ли вы, то есть как вы описываете свою ситуацию, что вы знаете о диагнозе и так далее. То есть здесь важно понять, какой также имеется фон, что пациент уже знает и что из этого ложные представления, что из этого реальная картина того, что происходит. Следующим шагом представляется важным определить, что сам пациент хочет знать. Не каждый пациент хочет знать абсолютно все, что с ним происходит. С другой стороны, есть пациенты, которые желают знать абсолютно все, вообще все, вплоть до определения каждого термина, которым пользуется доктор. Мы с вами понимаем, что это может быть проявлением тревоги, такой скрупулезности и так далее. Но для доктора важно понимать это для чего? Для того, чтобы не сказать лишнее, не запутать пациента и для того, чтобы пациент не утонул в информации. Четвертым шагом является непосредственно предоставление информации. То есть вот именно здесь доктор уже говорит о том, что происходит. И есть определенные правила для врача про то, как это нужно делать. Во-первых, это не должно быть монологично. То есть необходимо постоянно смотреть, включен ли пациент вообще-то в диалог. Реагирует ли он на информацию. То есть может быть у пациента шоковая реакция, и реализация он уже давно не здесь, а доктор рассказывает. Это должен быть простой язык, не нагруженный терминологией. Также необходимо убеждаться в том, что пациент понимает, задавать ему уточняющие вопросы про то, что понимаете ли вы, о чем я говорю, да? То есть насколько вам кажется информация доступна и так далее. Важно не преуменьшать картину заболевания, не преуменьшать, например, распространенности или рецидивирования процесса. И не обнадеживать пациента про то, что у вас довольно большая распространенность, но при этом все будет хорошо, вы будете жить еще сто лет. То есть не давать ложную надежду, поскольку это влечет за собой определенную ответственность. Также здорово присоединяться к пациенту в его реакциях, то есть отражать собственные какие-то переживания про этого пациента. Например, говорить про то, что мне жаль, что с вами такое произошло, или мне жаль, что мне приходится вам об этом сообщать, хотел бы я, чтобы было иначе. То есть, понятно, это шаблоны, не надо так, да? Но можно как-то так. Пятый шаг, собственно, это ответ на переживание пациента. Ему, во-первых, нужно дать время на реакцию. Можно попросить пациента описать свои чувства, если он к этому готов. Насколько это позволяет наш менталитет? Я не знаю, наверное. В общем, наши доктора на просьбу попросить пациента описать свои чувства реагируют скептически, говорят, а можно, не надо, можно вот просто дадим ему время на реакцию и позволим ей быть. Да, пожалуйста. Также необходимо уточнить про то, что реакция является нормальной, что любой человек в такой ситуации как-то бы отреагировал. Можно так, можно так, а можно как вы. И, собственно, пятый шаг – спланировать следующие шаги. То есть, это шаг про то, а что мы будем делать дальше с тем, о том, что мы сегодня узнали. То есть, что необходимо? Вместе с пациентом разработать план дальнейших действий. То есть, это обследование или лечение, или какая-то поддерживающая терапия палеоативная. Предупредить пациента о возможных непредвиденных событиях, что не всегда все идет так, как надо, что. И здесь тоже могут меняться сроки, могут меняться планы, виды, формы лечения, возникать побочные явления. Обсудить источники психологической и социальной поддержки. Собственно-то, я подхожу уже к завершению. В протоколе Спайкс есть такая хорошая фраза про то, что пациенты, ясно представляющие свое будущее, с меньшей вероятностью чувствуют тревогу и неопределенность. Я, наверное, к этому присоединюсь и скажу, что доктор, пожалуй, играет ключевую роль в информировании, но также протокол Спайкс предлагает доктору сыграть большую роль в отражении эмоциональных реакций пациентов в их контейнировании и принятии. Это очень важно, но, на мой взгляд, этот протокол необходимо адаптировать к нашей реальности, к нашей социокультурной реальности, для того, чтобы он как-то заработал, и доктора были готовы ему обучаться и его использовать. Спасибо. Продолжение следует...